119 жахаров Могилевской области захворели на СНИД-инфекцию за 10 месяцев года. Это лишь бы по словам специалистов на протягу некоторых год амаль не меняется. На передании сусветного дня бороться с СНИДом наша дымочная группа заветала у университет МДУ имя Кулешова. Все лето тут не просто проведуть курсы лекции по профилактице и анонимное тестирование, а ле и створить специальную волонтерскую студентскую группу. Подробности у Катерины Балуковой. Новая группа волонтеров. Это 16 первокурсников факультета дошкольной адукации. Зараз они проходят специальную подрыхтовку у тем лику и с психологом. Почему именно всеобучие первокурсника? Начинается новая жизнь, новые встречи, новые отношения. Начинается новый этап жизни. И очень хочется, чтобы дети начали этот этап жизни осознанно, разумно и правильно. У нас уже было две лекции, мы уже провели. И что интересно вам рассказали? Нам рассказали про статистику, про мерах профилактики ВИЧ-спида, о проблемах. Ведь это очень актуально и будет актуально до того времени, пока перестанут являться новые случаи. Только у первый день акции анонимный тест на ВИЧ прошли больше за полсотни першокурсников. До речи на первая костричника только в Могилевской области зарегистровано 1347 ВИЧ-инфицированных. За их каждый третий молодой человек в возрасте до 30 лет. Я каждый год участвую в организации таких встреч, акций и вижу разницу. В глазах студентов они по-другому относятся сейчас, чем в начале, чем раньше. Дело в том, что, наверное, может они взрослее становятся. Может быть, культура, грамотность их по отношению к своему личному здоровью, она совсем другая. В этом году акция проводится при поддержке проставництва национального олимпийского комитета. Знаменитый баскетболист в NBA Мэджик Джонсон, вы если слышали, он был ВИЧ-инфицирован, но ассоциация баскетболистов его поддержала. Он создавал различные фонды, создавал благотворительные фонды. И тем самым его жизненная такая активная позиция позволяла ему быть активным достаточно долгое время. До конца листопада анонимное тестирование на ВИЧ пройдут студенты Белорусско-Российского университета, Университета харчеванья в Могилеве, а так само першокурсники Городской сельско-господарчей академии. Катерина Булукова, Виталий Алексеенко, Новины, Регион.